Начнем с того, что очень часто мы слышим такое выражение, как «оскорбление чувств верующих». Что же это такое? И на этом примере попробуем разобраться. Что же это такое? Оскорбление чьих-то чувств. Оскорбление чьих-то чувств – это вообще как бы плохо. Все понимают, что оскорбление – это плохо. Оскорблять любого человека – это плохо. То есть говорить плохие слова – это плохо. Но еще существует другая сторона медали. Это эгоизм человеческий. Насколько оскорбляем этот эгоизм. Одному достаточно взгляда какого-то, и он уже оскорбился, что на него посмотрели как-то не так. Поэтому оскорбление чувств верующих выглядит как-то немножко странновато. Ну, верит человек, вот есть вера у него. Он верит, что Барон Мюнхгаузен летает на Луну. Если кто-то ему скажет, что Барон Мюнхгаузен – это дурак, он оскорбится. То есть он может оскорбиться, как так. Такой идеал, и вдруг его оскорбляют. То же самое в религии. Мы все понимаем, что оскорбление чувств верующих касается именно религиозного понятия. Так вот, если кто-то позволит себе сказать, что Иисус Христос, как идеал христианский, являлся как бы обычным политиком, ну, обычным, необычным, наверное, необычным, если он вошел в историю наравне с Будой, Магомедом, Авраамом, то есть, значит, это, в общем, необычная личность, да? То есть, а с другой стороны, мы видим, что его просто казнили, и казнила система Римской империи. То же самое, можно сказать, про Навального или Ходорковского, и мы видим тоже, что они, страдальцы, их, правда, не казнили, а, ну, в общем, очень сильно, то есть, они, как бы, сидели в тюрьме и все такое. То есть, из них не удалось сделать таких жертв. Если бы их убили, то из них сделали бы святых. Возможно, так же святых, как Иисуса Христа. То есть, сказать, что, или доказывать, что Иисус Христос был обычным, в нашем понимании, политиком, то есть, тогда в том мире, когда политика и ее позиция, то есть, выглядели немножко иначе 2000 лет назад, да? То есть, чем сейчас, с развитым сленгом, таким политическим, партией и все такое. Раньше это было иначе. И вполне разумно мыслить о том, говорить и мыслить о том, что Иисус Христос просто создавал свою группу, которая, как бы, была группой влияния. Каждая религиозная группа, в конце концов, становится группой влияния. Сначала на уровне определенного региона, потом может разрастись, из секты стать религией. И вот мы видим, что творится в той же Украине, когда СБУ приходят в православные храмы, там, к этим самым, и ищут какие-то политические мотивы, то есть, русский мир. Это прямо, видим, что здесь прямая взаимосвязь политика и религия. То есть, если раньше это так называлось, то сегодня это так называлось. Каждая религия является, по сути, группой влияния, то есть, партией. И каждый президент, приходящий в власти, сразу едет к Папу Римскому, чтобы влияние его избирателей подтянуть. То есть, слово Папы будет влиять на то, что сколько избирателей будет у данного или иного политика. То есть, если я скажу, что Иисус Христос был политиком, то многие могут оскорбиться. Но смысл в том, что понятие веры универсально, оно не только относится к религии. Даже статью в Конституцию о чувствах верующих включили, что вот нельзя скорблять чувства верующих. Ну, и это можно понять, потому что, ну, понимаете, что все мы помним политический срач, который был в 90-х. Было много партий, которые между собой собачились, гавкались. Это продолжалось очень долго. Это было просто-напросто весь эфир завален вот этой собачьей, это самое, гавкотнёй людей, которые, в принципе, хотят добраться, группой целой добраться к власти, но они, по сути, не имеют ни опыта, по большому счёту, в государственном направлении. И поэтому всё это, всё будет так... Они хотят, как бы, уже создан инструмент, да, вот начальник, подчинённый, и вот эта вся цепочка. И они там сверху сядут и будут указы давать, и всё закрутится так, как они скажут. Но, в конце концов, все предвыборные обещания обычно не сбываются. Только потому, что они, те, которые приходят в власти, они сталкиваются с реальностью, с реальным сопротивлением различных других групп, и потом, в конце концов, ну, извините, не получают. Вот. Поэтому религиозность сама по себе, в общем, она, как бы, как я говорил, это сродни партийности. То есть группы влияния. Мы назовём, обобщим это всё, группы влияния. Ну, оскорблять, вот, политические чувства, как бы, ну, не принято. Ну, такое даже понятия нет. Ну, гавкаются люди себе, гавкаются. Вот. А вот в религии есть лоббисты, которые решили, что не стоит вот на данной территории вот этот срач разводить. Хватит нам политического срача. Ещё будет религиозным. Представьте, ислам стравить с христианством, и христианские группы справить с иудеями, с протестантами. То есть вот это всё, и всё это начинает бурлить, как какой-то самый, выделять разные отравляющие газы. В общем, статья в Конституции создана для того, чтобы вот уберечь мозги наших людей от вот этого срача, вот этого всего говна, который бессмысленный. Это называется политизация общества. И, ну, если говорить о том, что существует понятие оскорбления чувств верующих, тогда уже наверняка нужно говорить, что оскорбление чувств мыслящих таким же образом, ну, хотя бы приравненное. То есть люди мыслящие, нельзя оскорблять чувства мыслящих людей. Вот разнести вот это понятие, да, что кроме верующих, верующая категория – это, ну, это зависимая категория. Это зависимо от власти, от ведомого, да, от влияния. То есть если ты веришь в человека, ты от него зависишь. Если ты веришь в институции, веришь в религии или какой-то идеологии, ты зависим от неё, и ты являешься её фанатом, фанатиком, рабом. Даже вплоть до того, что раб Божий – да, это религиозное такое понятие. И поэтому, как бы, оскорблять чувства рабов, людей зависимых, людей, это, конечно, нехорошо. Вот видимый юродивого, его можно оскорбить, да, вот он стоит там, он никто. Конечно, нехорошо оскорблять чувства людей, которые несчастны по своей сути и стремятся найти какую-то опору в чём-то. Вот они нашли эту опору, а кто-то хочет у них её отобрать. То есть, выходит так, что научный институт современный, он, ну, как бы, не является опорой. Он, скорее, является кастой, закрытой кастой высшего сословия, зашифрованной кастой. То есть, символом определённого успеха и богатства, карьерного развития. Если ты получаешь высшее образование, у тебя есть уже возможность присоединиться к грону людей, которые стоят на верхушке пирамиды, да, там, чиновники. Ну, я не говорю, что служащие, да, хотя бы служащие, сначала служащие. То есть, ты не рабочий, ты служащий, ты уже служишь. Потом, когда ты уже, это самое, служишь кому? Служишь государству, служишь системе. Или рабочий работает на систему, а здесь служишь. Или частному лицу, ну, неважно. В общем, есть перспектива стать начальником, перспектива обогащения. В конце жизни ты можешь получать большую пенсию, или же у тебя будет большой зарп. Чем больше ты будешь функций исполнять властных, тем больше ты будешь зарабатывать. То есть, это, в принципе, высшее образование способствует, является дорогой к касте определенной, к высшему, к высшим слоям. Ну, это само высшее образование об этом говорит. У тебя высшее образование, у тебя диплом, и ты чувствуешь, что ты, уже у тебя есть статус. Хотя, в принципе, это иллюзорная такая, созданная иллюзия. Потому что, если мы посмотрим, например, допустим, тех же штатов. Там очень, очень большие деньги, инвестиции в образование. Молодых людей. То есть, дают деньги на то, чтобы оплачивать образование. Там образование платное. И вот, когда человек оканчивает учебное заведение, у него появляется долг. И он может в банке взять еще денег и сделать себе еще одно образование. Так что, есть довольно большое количество людей, которые имеют 2-3 образования, а потом работают мочками посуды. То есть, вот, вот, это такие издержки, будем говорить, систем. Но, смысл в том, что ясно видеть вот эту систему может только человек со стороны. Если это продолжение темы ясного видения, да, ясного понимания ситуации, что высшее образование, оно, действительно, это каста. Наука нам не говорит, что в западной системе, вообще запад называется, да, такой условно, Америка и Европа, существуют какие-то касты. Нет. Их, как бы, не существует. Ну, для тебя, человек, как для человека, не существует вообще ничего, если это не озвучено. То есть, не говорят тебе, что есть касты, значит, их нет. Если тебе говорят, что в Индии есть касты, значит, касты есть где-то там, в Индии, да, это плохо. Нас все время учили, что касты это плохо, и они где-то есть, это социальное неравенство и все такое. Раньше в России тоже и во всем мире было принято делить людей по сословиям. Сейчас принято людей делить по уровню благосостояния. Или не по уровню благосостояния, а по уровню дохода. То есть, в зависимости от того, сколько ты получаешь, если тебе хватает только на прожиточный минимум, да, то есть, покушать тебе хватает, одеться, значит, ты живешь ниже уровня бедности, будем так говорить. Если там у тебя чуть-чуть остается еще там на что-то, значит, ты уже, как бы, начинаешь подниматься. И вот ты поднимаешься до уровня среднего какого-то определенного благосостояния. Там даже есть какие-то уровни доходов, там, по-моему, от 20 тысяч долларов в месяц. Это уже высший слой. А средний слой это, там, от, допустим, 3000, я точно не помню, или от 10000 до... В общем, существуют у них какие-то... У них, я это говорю о умных ученых, которые, ну, в общем-то, делят, сортируют, и потом нам показывают, вот, разделение по уровню доходов. Ну, а где каста? Неужели мы живем в таком мире, где вот действительно справедливый мир? Нет. Абсолютно, ребят. Это Россию эксперимент на ней сделали, да, в начале 20 века, и, то есть, у нас нет аристократии. А на Западе аристократия никуда не делась. Это вековые традиции, там, вплоть до тысячелетий идут они, некоторые аристократические роды. Потом аристократию сейчас вот подвинула другая партия на базе иудопротестанства, вот, которая захватила Америку, да, там, демократы, демократическая партия США, но они сейчас все как бы базируют, она является базисом вот современного западного мира, которым правят огромные деньги. То есть создана система, типа такой игрального автомата, в котором каждый может бросить денежку, и эта денежка рассыпается на мелкие, на мелкие монетки, и каждый менеджер, тысячевых менеджеров, вплоть до менеджеров, президентов, сейчас в Европе нет самостоятельных личностей президентов, все зависимы от вот этой денежки, которую сверху туда кидает. Это тот один процент, который самых богатых людей планеты, которые, семей людей, как угодно, это все, группа называется олигархическая. Причем олигархическая, чтобы не путать, она называется олигархическая только из-за того, что она принадлежность к кругу и протестантскому кругу. То есть, исторически так сложилось, что аристократия это республиканцы, сейчас все перемешивается, конечно, да, но костяк остается. И поэтому олигархии называть богатого католика олигархом, ну как-то, ну сейчас все можно, все усредняется, обобщается, можно, но по сути это неправильно. Потому что олигархия, это базируется на иудо-протестантской общности, олигархия. И вот эта олигархия создала вот эту систему, которую она благополучно глобализирует, то есть глобализация на чем лежит, чтобы на современной технологии запудрения мозгов, то есть искусственный интеллект нам выдает разную такую херню, с которой я вам сейчас познакомлю, и мы ее как бы принимаем, и критически к ней не подходим. То есть сейчас эта сторона идеологическая, есть экономическая глобализация, когда цены повышаются, 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 независимо, сколько там зарабатывают там, сколько там, везде цены уравняли, и теперь можно торговлей торговать, создавать торговые сети и распределять товары. То есть это глобальная торговая сеть. А существует еще идеологическая глобализация, когда рынок информации получает информацию из единого источника и одним из, ну это СМИ, так называемые, средства массовой информации, которые New York Times, Washington Post, как мы привыкли, да, у нас идет оттуда все, вся эта информация идет, вот и нам пока тот, какой политик сказал, и даже после того, как мы Шосс и Брикс создали, то есть информация из Бразилии, информация из Южной Африки, из Индии, из Китая, доходит очень-очень-очень-очень, но вообще почти нет ее. Вот, странно как-то, да, то есть мы все, вот, отсюда идет этот Washington Post, и у нас мозги закручены именно на New York Times, всех этих, вот. И в то же самое время проскакивает постоянно, прошли мы этот самый, этот COVID-19, да, как бы он прошел уже все, но нам настойчиво постоянно вбросы производятся вот этих статей о том, что ученые что-то там нашли новое, что-то это самое, и все, как бы, я не думаю, что 99% обращают внимание вообще на эти статей, если я не прав, и кому-то очень интересно это все, то поправьте меня. Но мне так кажется, что вот эта СМИ сейчас больше используется как образовательная система, то есть, вот, допустим, доктора или там ученые какие-то, они закончили эти свои университеты, и в дальнейшем, ну, оттуда они будут получать информацию, они могут ее искать, а тут, пожалуйста, реклама в СМИ тебе показывает, доктор, вот смотри по теме вирусов, тебе же интересно, ты же доктор, правильно? И ты начинаешь смотреть, что там все, у тебя в голову что-то оседает, ну, вот, и ты потом транслируешь эти мысли, которые к тебе приходят. Ну, вот, насколько, насколько эти мысли нормальные в человеческом понятии, мы рассмотрим, вот сейчас на примере. То есть, я хочу повторить, что у нас тема ясновидения, ясного понимания происходящего. И вот на примерах, на примере я вам сейчас покажу, насколько все, насколько это все близко к реальности. И еще стоит вспомнить, что современная наука очень хвалится искусственным интеллектом, который сам создает статьи, он уже сам создает статьи. Представьте себе, что если не критически подходить к этой информации, насколько эти машины могут просто вмешать вот это все, и создавать определенные иллюзии, и распространять эти иллюзии. В дальнейшем будет тема, отдельная тема, витамина. То есть, это одна большая громадная иллюзия, на которой зарабатывают, на которой построен огромный бизнес, фармакологический изначально. Вот. Очень много будет примеров из фармакологии, из психологии примеров. То есть, показать, насколько абсолютно ложь, абсолютная ложь возводится в ранг какой-то идеологии. Целую идею создали и продали. И она работает, это механизм. То есть, раньше пытались алхимики создавать философский камень, задумайтесь над самим понятием, философский камень, где философия, мысли неухватные, и камень, вот он материальный, нормальный. Так вот, создание философских камней, это и есть создание концепций, которые потом воспринимаются, как реальность определенных. Ну, а сейчас мы рассмотрим на примере ясного понимания. Я вам покажу механизм, как простой способ достичь ясного понимания, считывая различную информацию, восприятие информации. То есть, можно будет любую глупость расшифровать. Ясность, она против глюков разных, против лжи. Ясность, это нормальность. Ясность, это нормальное, нормальное, ясное понимание. Вообще, в темах, которые я буду делать, будет постоянно звучать это слово. Ясность, ясность. Это без всякой мистики, без ничего, это наша жизнь. Не надо какого-то там мистического разъяснения искать, там просветление или еще чего-нибудь. Ясность, это ясное взаимоотношение. Понимаешь ли ты, что происходит, понимаешь ли ты, собеседника, или просто тебе внушение входит, и ты потом вот с этим ходишь, ее транслируешь. Ясность понимания, это должна быть наука. Ее, к сожалению, в системе образования нет. Нет интуиции и не учит. А интуиция рождается только, когда появляется определенное. Интуиция, это абсолютно животное чувство, такое, появление какого-то образа. И ты смотришь на него, да, вот он есть. Ты чувствуешь, что это так есть. Это чувственное, но она в основном базируется на знаниях. Знания и чувства, опыт, они соединяются и появляются ясное видение, ясное понимание всего, на что направлено наше внимание. А сейчас я вам вот на примере покажу, как вот этот механизм работы с информацией. То есть, как мы должны воспринимать критическую информацию, которая к нам поступает из этого ученого мира. Не нужно быть ученым, не нужно быть ученым и знать этот сленг. Мы еще будем очень разбирать этот сленг, который придуман специально. Санскрит и латино, как это все работает исторически, как образовывались эти касты, закрытые группы, которые потом в дальнейшем олигархическими становятся или какими-то элитами. А сейчас простой пример. Итак, на сайте газета.ру мы находим статью. Биологи обнаружили, что коронавирус взаимодействует с рецепторами к экстрогену. Ладно, сначала идем смотрим, что такое рецептор. рецептор. Что такое рецептор? Простыми словами, вот нам что нужно. Рецептор чувствительное образование на окончаниях нервных клеток живого организма, способное воспринимать внешнее и внутреннее раздражение и преобразовывать их в нервные импульсы. Окей, добро. С помощью суперкомпьютера ученые вывели взаимодействие между двумя рецепторами эстрогена человека и шиповидным белком SARS-CoV-2. Так, тут уже второе получается, что уже с помощью какого-то компьютера они выяснили. То есть, представляете, компьютер такой настолько умный, что с помощью его уже что-то выясняется. То есть, человек уже просто-напросто здесь как бы не существует. Помог компьютер. Ну, ладно. Ошибка в том, что с рецепторами к эстрогену, а здесь уже поправлено рецепторами эстрогена, то значит, рецепторы этого самого эстрогена человека, а не с рецепторами к эстрогену. Ну, ладно, будем посмотрим, что здесь ошибка. Ясно понимаем, да, вот здесь ошиблись, здесь уже поправились. Ну, и мы посмотрели, что такое рецепторы, это нервные окончания, которые там реагируют на что-то. И, что теперь смотрим, что уже второй шаг. Это все технологии разбора. Что такое эстроген? Сейчас нам не нужно ходить в библиотеке, чтобы искать, у нас есть интернет, и мы обычные люди, нормальные люди, можем в поисковике набрать любое слово, и нам покажут, что это такое. Теперь рецептор мы знаем, что это нервное окончание живого существа. Теперь посмотрим, что такое эстроген. 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 Что делает? Ага. Ну, вот посмотрим в Википедии. Ага. Эстрогены. Общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов. Понятно. Все. Теперь мы знаем, что это общее название гормонов. Теперь идем дальше. Это уже следующий шаг. А что же такое гормоны? Смотрим гормоны. Гормоны биологически активные вещества, вырабатывающиеся клетками эндокринных желез. И теперь смотрим, что гормоны это, убираем биологически активные, получается вещества, вырабатываемые организмом. То есть гормоны это вещества. А у нас в статье написано, что белок коронавируса взаимодействует с рецепторами оставим это к экстрогену. Здесь уже ошибка. С помощью суперкомпьютера ученые выявили взаимодействие между двумя рецепторами эстрогена человека. Значит, у эстрогена существуют рецепторы. Понимаете? А посмотрели мы, эстроген это гормон. А гормон это вещество. Значит, оказывается, что у вещества, которое выделяет организм, является химическим веществом, химическим, не существом, существуют рецепторы. Вот пример того, как суперкомпьютер, о котором мы сейчас поговорим, дальше посмотрим, создает абсолютную иллюзию, чушь создает, которую публикуют. Это же научный фейк. Или это ложь обычным нормальным языком, созданная таким образом, если это люди создали. Окей. Это тоже тупые существа, которые не отличают вещество от существа. У вещества не может быть нервных окончаний, как у соли не может быть нервных окончаний, как у чего угодно в этом мире, не имеющего клеточного строения, не может быть ничего. Организованная жизнь, органика, вот у этой организованной жизни, которая имеет начало, свое определение или прирождение, существует чувство, которые пользуются этим. Именно то, что можно назвать рецепторами. Вот пускай будет это слово рецептор, но не может быть у экстрагена человека никаких рецепторов, у вещества не может быть рецепторов. И это вот таким логическим простым путем можно вот эту дурость, абсолютную дурость, которая здесь написана, просто увидеть ясно. Сейчас все доступно, сейчас все доступно одним кликом, просто для того, чтобы ясно понять, это нужно определенное внимание. А внимание мы тоже будем говорить в следующих темах. Но здесь еще есть очень интересный момент с этим суперкомпьютером. В проекте использовался этот компьютер Экскалата, суперкомпьютер компании Дом-Т, тоже рекламка такая, которая использовала базу данных из 500 миллиардов молекул, для поиска молекул, способных взаимодействовать с коронавирусом. Вот представьте себе 500 миллиардов различных вариантов взаимодействия химических элементов. таблицу Менделеева взять и сравниться с табличкой Спорт-Лото и количество различных вариантов Спорт-Лото и количество вариантов взаимодействия веществ из таблицы Менделеева, элементов. Благодаря способности обрабатывать более трех миллионов молекул в секунду, Экскалата в настоящее время является самой мощной интеллектуальной компьютерной платформой для работы и лекарств. И теперь представьте, что вот этот абсолютно теоретический теоретическая платформа для какого-то моделирования реальности, она еще создает абсолютно теоретические лекарства, которые теоретически должны лечить человека. То есть представьте, друзья, как кошмарно, какой огромный кошмарный объем информации вот этой дрянной, будем сказать, абсолютно ложной, абсолютно глючной выбрасывается на наш информационный уровень. А ведь эта информация предназначена не вам, не для простого обывателя, а для людей, которые закончили университеты и которые продолжают таким образом свое образование. Чему они могут здесь научиться? Да, они запомнят эту информацию, а потом начнут ее транслировать. И они уже в ваши уши потом в больницах и в выписывании рецептов будут вкладывать и дальше будут продолжать в СМИ транслировать эту информацию, которая, как мы видим, она абсолютно глючная. То есть нам показывают, что с умным видом говорят какие-то определенные слова, а если взять слово за слово смысл найти в этом, они бессмысленны. Вещество не может иметь нервных окончаний. То есть кроме того, что там ошибки, и как будто писал или машина, или потом какой-то человек, который журналист, который решил на ковидной теме, я закончил какое-то образовательное учреждение и шлепает, не понимая, что он шлепает. Он только создает контент, чтобы поисковики, в общем, это самое. То есть реклама. Вот таким образом ясно понимать информацию, которая к нам приходит, это и есть ясновидение. и я постараюсь каждый раз в новой теме показывать вот такие примеры, вплоть до того, что мы целую информационную полоску новостей пройдем и в каждой будет существовать именно вот эта глупость, ложь, абсолютно неведение человеческое. Ведь вы понимаете, нужно понять, что существует понятие определенной мудрости, да? А что такое понятие мудрости? Оно только на опыте может существовать. Либо у молодых людей, которых растили мудрые люди, опытные люди, которые своей целью поставили понимание, а ведь сейчас понимание просто-напросто никого не интересует, его не учат, людей не учат, детей не учат задавать вопросы. Вот. И я надеюсь, что нам будет с вами интересно заниматься вот такими. Это в основном эта тема предназначена для людей взрослых, для людей, тех, которые уже достигли, вышли за рамки определенных собачьих половых интересов. Цель в жизни. Какая может быть у человека цель в жизни? Понять эту жизнь. Научиться понимать. Неужели ясность не может быть целью жизни? Ясность понимания. рамки подниматься на окупи, не может быть не может быть акупи. Продолжение следует...